Традиционно награды смельчакам, помогающим полиции, вручают представители прокуратуры, департамента полиции и погранохраны, а также министерства юстиции. Вот и сегодня, вручая награды, министр юстиции Кристен Михал в своей речи отметил, что очень важно, когда в повседневной жизни тебя окружают люди, готовые в любой ситуации перейти на помощь, иногда даже в ущерб своему здоровью или и вовсе рискуя своей собственной жизнью. Многим может показаться, что вклад этих людей в поимку преступников переоценивается, мол, ну предупредили они полицию о чем-то подозрительном и что. Однако, по словам полицейских, зачастую именно один такой звонок способен помочь в задержании опасных преступников. Это очень большой вклад. Самое главное в этом деле, чтобы отметить, чтобы видеть, что что-то неправильно, что-то неправильно на улице или где-то в другом месте, что видеть, что какое-то преступление случилось и так далее. И самое главное думать в этой ситуации так, чтобы сообщить к полиции одно дело, другое дело, например, там сообщить к охраннику. Самое главное, чтобы видеть такие дела и отметить. Очень просто же, просто поворачиваться спиной и уйти от этой ситуации. Очень важно такое дело. Среди десятерых награжденных сегодня смельчаков были люди совершенно разного возраста. Это и маленькая девочка, которая наткнулась на преступников, еще не успевших скрыться с места преступления. Они начали ей угрожать и приказали молчать. Однако она не испугалась и рассказала случившимся своему классному руководителю и пиарновскому молодежному полицейскому. Благодаря этому смелому поступку преступников удалось быстро задержать. Это и двое мужчин, ставшие свидетелями магазинного ограбления, в ходе которого пострадала продавщица. Один свидетель сообщил о происшествии в полицию и своими силами задержал грабителя до ее приезда. А второй в это время помогал пострадавшей. Это и юноша, который заметил, как из соседнего дома воруют вещи. Парень не побоялся проследить за преступниками, оставаясь при этом на связи с полицией. Среди смельчаков была также одна пожилая дама, которая, в отличие от многих пенсионеров, не растерялась после звонка мошенников. Это было утром. Мне позвонили, сказали, что мой сын совершил чуть ли не убийство, наехав на человека на машине. А сын мой был в это время в Лондоне. И я сказала, это не его голос. Он говорит, ой, мама, у меня горло болит, поэтому у меня такой голос, а я сейчас на Раве нахожусь. Вот полиция здесь со мной, полиция будет с тобой разговаривать. Ну, полиция назвала полицией мошенников. Мошенники были довольно глупые, стали спрашивать меня, как зовут, как адрес. Я что, сын у них в руках не знают, как меня зовут, и какой мой адрес. Пришлось наврать адрес, и фамилию свою, и имя извинить. Ну, и стала я уже с ними, так сказать, играть в игрушки. Я поняла, что это не сын, они меня шантажируют. Пошла в другую комнату, позвонила с мобильного полиции, сказала, чтобы их поймали. Полицейские отметили, что им хочется верить, что такой же сознательностью, как и 10 награжденных сегодня, обладает большинство жителей Эстонии. Тем более, что, как отмечали сегодня награжденные, неприятности могут произойти с кем угодно. И только, когда рядом находятся люди, неравнодушные к происходящему, жизнь становится спокойнее. Павел Озеров, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Павел Озеров, Сергей Попридуха, Первый Балтийский,